Я сравниваю. Вот, например, их одинаково зовут мою мать и девушку, которую я после смерти бабушки встретил. Но я встретил так, стал тусить там, как-то общаться с этой девушкой. Их одинаково зовут. Мне лучше думается, как бы... Я не собираюсь вот это принимать от своей матери. То, что она на свете живет с того момента, как ее бабушка с дедушкой родили. Значит, и меня просто еще не было на свете тогда, когда... Ну, она живла раньше. У меня просто на свете тогда не было. Но я не знаю, что она... Как она там... Вот где-то там на жизненном пути она какая вообще была. Что я себе представляла в далекое там еще советское время. Значит, пока мы не появились мы с братом. А потом, когда... Ну, она замуж вышла. Она как бы... Она детей родила. Пробо не сразу. Она с мужем жила без детей. Потом она родила детей. Потом уже это было на моих глазах. Значит, ну, она такая... Вообще... Почему я должен ее хахаля принимать? Ее саму? Зачем вот так... Такое невежество? Ты не принимай близко к сердцу, понимаешь? И все. Не обращай внимания, даже если она на тебя кричит или ругается. Ну, это... Да, мне нафиг... Это... Хахаль бывает... Ну, так, время от времени появляется, когда его просит, что помоги. Значит, значит... У него тоже неуважение ко мне. У меня просто нет внимания, да и все, Дима. Это мой совет. А, ну да. Слушай, я вот сейчас поставил траву и ингаляцию делать. Потом я... В 6 часов будет этот футбол там... Значит, да... Значит, вот я просто в прерывах решу тебе звяхнуть. Значит... Ага. Ну, да. Ну, ладно. Это самое. Мы... Ну, ладно. Тогда нафиг. Я пойду там, посмотрю траву. Значит... Ага. Ну, ладно. Потом еще созвонимся. Только я сейчас сам позвоню, хорошо? Когда... Да, занят буду. А. Занят будешь. Да. Ну, ты сам позвонишь. В 8 вечера, хорошо? А, ну да. Все, давай. Угу. Спасибо. Продолжение следует...